Девушки отдыхают Назарбаев назвал министров трусами и приказал избавиться от проблемных, с его точки зрения, банков. Институт банкротства является достаточно распространенным явлением в рыночных странах. Вы просто трусы, а не правительство и не министры. Единственный в Бишкеке фургон, который разводит горячую еду нуждающимся, вот-вот сломается. Тогда кормить бездомных будет почти некому. Кроме как здесь нигде, вот только они горячим выручают. Девушки отдыхают Все эти годы девочка не выходила из комнаты общежития, не видела людей, а когда приходили гости, мать прятала ее в шифонер. Когда эта история стала общественным достоянием, за девочку заступились общественники. Сейчас Диана живет у подруги своей биологической матери. Именно ее она сейчас называет мамой. Шелпана Разбекова выслушала историю, которая шокировала всю страну. Дело несовершеннолетней Дианы Ивановой рассматривается в Алматинском суде в закрытом режиме. Сегодня 14-летняя Диана сама и в присутствии своей биологической матери рассказала, как жила в заперти более 6 лет, спала на полу у батареи и воспитывалась в крайне жестких условиях. Вспоминала девочка и о тех жестоких побоях, после которых она однажды даже оказалась в реанимации. Говорить открыто о своей прошлой жизни Диана смогла лишь потому, что вот уже больше года она живет в приемной семье. Только сейчас снова стала посещать школу. Я могу сказать одно, что сегодня постараются допросить Диану полностью. Судья сказала, мы постараемся девочку, чтобы больше не травмировать, не возить сюда. За что большое спасибо, конечно. Вот, уже допросили Диану. Она очень мужественно держалась, молодец. Она очень довольна тем, как она сейчас живет. Она очень любит маму свою, Надю. В принципе, больше ей ничего не надо. Она считает себя здоровой, у нее ничего не болит. Хорошо учится в школе на пятерке. Эту историю казахстанцы впервые услышали в 2011 году. Тогда Диана попала в реанимацию. Ее костылем избила родная бабушка. Пенсионерки после этого случая запретили общаться с ребенком и даже депортировали в Россию. После этого Диана осталась жить с матерью. Но и тогда надежды на нормальную жизнь у девочки не появилось. В школу она не ходила, спала на полу, а когда приходили в дом посторонние, ее прятали в шифонер. Однажды тайная жизнь ее матери Анны Ивановой раскрылась. Ее давняя знакомая Надежда Барсукова, зная о тяжелом положении Анны, решила привезти ей продукты. Так впервые случайно и познакомилась с Дианой. На полу, вот я не помню, матрасы, тряпки какие-то, вот так вот все навалено было. Потом начало шевелиться, я аж на стул села, напугалась. Что там, ну я думаю, может кто из соседей у нее там, все как бывает. И вот она повернулась, я лицо Дианы вот первый раз увидела. Мать Анна объяснила, девочку на днях якобы только привезли из России. Ведь ранее всем говорилось, что Диана живет и учится у бабушки, у той самой, которую депортировали. Тогда Надежда Барсукова поняла, что в таких условиях Диану не оставят. Тем более, что общая знакомая, некая Алия, как-то обмолвилась, что мать хочет физически избавиться от дочки. По ее словам, биологическая мать Дианы особо сопротивляться не стала и написала Надежде доверенность, которая, кстати, позже поможет удочерить девочку. Там надо было просто спасать ребенка, потому что когда я приехала и увидела отношения, я поняла, что больше не будет. И о том, что Алия говорила, что Анька в конце концов от нее избавится, и никто ребенка не найдет. Потом у меня муж, мой второй, он сам воспитанник детского дома. Больше сподвиден у меня он. Он говорит, ну мы ее заберем только с тем условием, что она останется у нас. Потому что детский дом – это не сахар. И с таким лицом ее там не примут. Там ей будет еще хуже. Говоря с таким лицом, новые родители имеют в виду последствия побоев. Может показаться, что у девочки зайча губа. Но и деформированный рот и нос – это дело рук родной матери и бабушки. Однажды, чтобы погулять с детьми на улице, Диана даже пыталась сбежать из дома через балкон. В итоге выпала со второго этажа. Все эти факты были озвучены сегодня на суде. Биологической матери Дианы, Анне Ивановой, грозит до 10 лет тюрьмы. Однако у женщины пока только подписка о невыезде. Шулпану Разбекова, Павел Ингельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. В Кыргызстане только за последние несколько недель совершено с десяток преступлений с участием милиционеров. Наезды на пешеходов, вождение в нетрезвом состоянии, вымогательство и изнасилование. Не иначе, как милицейским беспределом называют подобной общественность. Дарья Тимофеева продолжит. Социальные сети разрываются от призывов к министру внутренних дел Кыргызстана. Одни требуют реформы МВД, другие – строгого наказания для его сотрудников. Многие настаивают и на отставке самого Кашгара Джунушалиева. Но вся эта буря эмоций министра как будто обошла стороной. Ни одного комментария не последовало. А реагировать есть на что. Старшина милиции вместе с еще одним мужчиной изнасиловали девушку. Милиционер задержан и направлен в изолятор временного содержания. Туда же поместили буквально накануне и его коллегу. Еще один старшина насмерть сбил на своей машине 11-летнего школьника, переходившего дорогу на пешеходном переходе. Если бы наказывали всех беспредельщиков одинаково, такого безобразия не было бы. Страна милиционеров-насильников и милиционеров-убийц. Снова заговорят о необходимости реформировать МВД. Доноры дадут грантовое бабло, его успешно освоят, всем будет хорошо, но система останется прежней. Набрали тупых, малограмотных мужланов. Давайте обновлять милицию по примеру Грузии после Розовой революции. Набрать честных, образованных, молодых девушек и юношей на конкурсной основе. Недели ранее по вине пьяного участкового при переходе через дорогу погибла женщина. К подобным сообщениям добавляются новости о вымогательствах, крышевании контрабандистов, пытках. О преступлениях в своих рядах в СМИ сообщают сами же правоохранительные органы. Мы видим, что все больше и больше власть вынуждена отвечать и реагировать. Умалчивать, затаивать, увольнять задним числом уже не получается. Это не потому, что чиновники поменялись или система стала лучше работать. Поменялось, получается, общество. 45% жалоб граждан, по данным администрации президента, приходится на правоохранительную и судебную системы. Правозащитники уверены, в ближайшее время обращений меньше не станет. Система начинает объединяться, милиционеры, прокуроры, судьи и начинает их защищать. На другой стороне это обычный человек, без прав, без ничего. И вот эта разложенность, она и раскрепощает их. И они себе позволяют и едить, как хотят, и пьяными едить. За годы независимости Кыргызстан сменил больше 20 министров внутренних дел. Почти каждый обещал грандиозную реформу, и ни один ее не осуществил. Пока не произойдут системные реформы, пока мы не поставим вопрос, кто же идет в милицию, каким образом происходит отбор, каким образом происходит оценка, как обучаются эти сотрудники милиции, как осуществляется внутренний контроль, такие случаи будут происходить и, возможно, даже нарастать. Последуют ли какие-то действия со стороны руководства МВД, мы попытались уточнить в пресс-службе. Ответа оттуда пока тоже не последовало. Активисты-правозащитники просят обратить внимание на ситуацию президента страны. Но и глава государства высокую преступность в ведомстве, призванном защищать население, комментировать не берется. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев на расширенном заседании правительства назвал министров трусами, которые не способны очистить экономику страны от банкротов. Он поручил Национальному банку провести независимую оценку активов всех частных банков и выявить потенциально неплатежеспособные кредитные учреждения. Светлана Глушкова рассказывает. Президент поручил Национальному банку инициировать поправку к закону, согласно которой будет введена уголовная ответственность для акционеров банков. Создают банк, начинают работать, люди верят, приносят деньги, квази-госсектор вложит деньги, а потом эти собственные акционеры начинают вытаскивать, воровать деньги. У нас нет закона посадить его в тюрьму за это. Так положено во всем мире. Уходит, убегает, мы за ними гоняемся, бегаем. По словам председателя Национального банка Даниэра Акишева, сейчас продолжается работа по выводу с финансового рынка слабых игроков. Он напомнил, что в прошлом году три банка в стране лишились лицензии. По его словам, они проводили высокорискованную политику. Процессы ликвидации этих банков уже завершаются. Выплаты гарантированных депозитов уже начались. За последние 10 лет кредиты банков экономики выросли на 5,5 трлн тенге. Это 70% роста. За это же время, за счет ликвидации семи банков и оздоровления двух банков, списано почти 5 трлн тенге. То есть, заемщики все кредиты, которые мы за все эти годы выдавали, не вернули. Кредиты постепенно превращались в проблемные, необслуживаемые, несмотря на попытки банков их реструктурировать и изменять условия. По словам президента, ранее на оздоровление банковского сектора государство уже выделяло порядка 10 миллиардов долларов. Хотя ранее сам президент заявлял, что правительство не должно спасать проблемные банки. Тем не менее, власти продолжают помогать отдельно... ...а банкротов выведен в Ленинград. Институт банкротства является достаточно распространенным явлением в рыночных странах. Вы просто трусы, а не правительство и не министры. Руки и колени держат, чтобы принять решение. А для чего тогда работаете? Очистите мне все банки. Буду считать, что честно выполнило свой долг это правительство. И уйдите с этим в отставку. Вот это будет работа. В прошлом году Назарбаев раскритиковал работу трех банков. Сейчас все они объявлены банкротами. Тогда президент отметил, что они имеют ужасные показатели, а акционеры якобы руководили ими очень плохо. Среди названных президентом был и Банк Астаны. Некогда весьма популярный среди населения из-за выгодных процентов и бонусов. Но после публичной критики вкладчики бросились забирать свои деньги. Банк Астаны после этого уже не оправился. Сегодня Назарбаев призвал Нацбанк следить за банками, чтобы деньги не вывозили из страны. Правда, за какими именно, он не сказал. Светлана Глушкова, Ганизат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан, Астана. Коррупция в горно-добывающей промышленности. Сегодняшнее заседание Совета безопасности Кыргызстана посвящено этой теме. По словам экспертов, проблемы в этой сфере озвучены, но пути их решения не предложены. Тем продолжит Джазгуль Гембердиева. Пожалуй, один из самых громких моментов сегодняшнего заседания Совета безопасности Кыргызстана, так это заявление главы Комитета национальной безопасности. По словам Идриса Кадыркулова, экс-глава Комитета промышленности и недропользования Душенбек Зилалиев за четыре года своей работы выдал самое большое число лицензий на разработку месторождений. Последний занимал соответствующее кресло до 2017 года. В годы его правления были проданы две трети всех лицензий, реализованных за годы независимости Кыргызстана. Если смотреть по видам, то продано 600 месторождений по добыче золота, по подводным ресурсам – 400, по добыче угля – 333. В ходе следствия установлено, что лицензии были зарегистрированы на имя его близких и родных, а те продавали третьим лицам. Напомню, экс-чиновник Зилалиев был взят под арест в декабре прошлого года. Его подозревают в незаконном обогащении. Президент Кыргызстана, в свою очередь, считает, что высокое благосостояние чиновников из этой сферы доказывает их коррумпированность. Без лицензии на больших машинах ввозятся за границу целые руды полезных ископаемых. При этом ни копейки не поступает в бюджет. Но ведь до этого, как эти машины доезжают до границы, на их пути должны стоять целые государственные органы. Это и представители МВД, Фимпола, местные власти. Но никто их не останавливает, потому что все они заодно и работают против закона. Президент озвучил, что разрешения на добычу полезных ископаемых перепродаются, цитирую, как на рынке, из рук в руки. А при разработке месторождений вовсе не учитывается экологическая безопасность региона. Глава комитета нацбезопасности Кыргызстана, в свою очередь, сообщил, что в этой отрасли еще и активно действует криминал. Также очень часто возникают конфликты между инвестором и местным населением. По мнению президента, происходит это из-за плохой информированности народа. А это, в свою очередь, снижает инвестиционный климат Кыргызстана. Как считают эксперты, в ходе заседания Совета безопасности власти подняли почти все проблемы этой отрасли. Однако пути их решения не предоставили. Сегодня мы не услышали такое направление развития вопроса, какая структура должна управлять недропользованием. Должен быть самостоятельный, отдельный орган, орган, который будет заниматься горнодобавшей промышленности. В последнее время добиваемся разработки не то что стратегии, а концепции развития горнодобавшей промышленности, но и этого документа нет. В Ассоциации горнопромышленников считают, что интеграция науки с этой отраслью полностью отсутствует. Нет грамотных кадров, более того, их даже и не готовят. При верной политике горнодобывающая отрасль Кыргызстана может значительно усилить экономику страны. При этом пока в этой области активно работает лишь одно предприятие – Кумтор. Золото добывает канадская компания Цинтера. Производство занимает 40% доли экономики всей страны. По договору, меньше чем через 10 лет добыча ценного металла завершится. При этом альтернативы покрытия львиной доли бюджета, когда уйдет Цинтера, у властей Кыргызстана пока нет. Субъективный прогноз в МВД России прокомментировали заявление замглавы Министерства о переброске экстремистов к границе Таджикистана. Я напомню ранее, заместитель министра МВД Игорь Зубов заявил о планируемых масштабных провокациях на южных границах России. По его словам, боевики экстремистской организации «Исламское государство» в массовом порядке вертолетами перебрасываются из Пакистана на границу с Таджикистаном. Там они якобы готовят провокации. Его заявление прокомментировала представитель МВД России Ирина Волкана. Заявила, что слова Игоря Зубова не являются официальной позицией министерства. Информация, озвученная статс-секретарем замглавы Министерства внутренних дел Игорем Зубовым 28 января на итоговой коллегии МВД по Татарстану, отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. Смотрите далее в нашей программе. Единственный в Бишкеке фургон, который разводит горячую еду нуждающимся, вот-вот сломается. Тогда кормить бездомных будет почти некому. Кроме как здесь нигде, вот только они горячим выручают. Мы продолжаем выпуск. Алматинец Альнур Ильяшев, который ранее судился с алматинскими чиновниками из-за смога, теперь судится с местным исполнительным органом из-за отказа в проведении митингов. Гражданский активист и юрист в прошлом году подал в городскую мэрию 32 заявки с просьбой разрешить провести митинг в единственном специально отведенном для подобных мероприятий месте. Однако на все свои заявки он получил отказ. Первый суд с самой мэрией он проиграл, но продолжает отстаивать свои конституционные права уже с городским советом. Шелпана Разбекова продолжит. Юрист и гражданский активист Альнур Ильяшев считают, что несправедливо получил отказ от мэрии на 32 заявки с просьбой разрешить провести мирный митинг о реформе МВД после смерти Дениса Тена. При этом алматинец понимал, что чиновники могут найти повод отказать ему, и поэтому разбил свои заявки на целый месяц. Альнур как в воду глядел. Сквер за кинотеатром в Сары Аркай – это единственное место, где разрешено проводить митинги. Все 32 дня был занят. То спортивные мероприятия, то ремонтные работы. До нас другие активисты, они конкретно на 4 августа подавали. Потом, учитывая то, что им отказали, мы подали сразу на, ну, в связи с проведением якобы там праздника спорта, мы подали сразу 32 заявления с 11 августа по 11 сентября включительно, чтобы в один из этих дней там в какое-то определенное время предоставили возможность для проведения. Мы писали с 9 утра до 18.00. Только в городской администрации активисты все равно получили отказ. Объяснили его власти тем, что есть решение Маслихата, городского совета депутатов, о том, что для проведения различных мероприятий специально отведены три места. Для праздников, организованных госучреждениями Центральная площадь, для мирных митингов жителями сквер за кинотеатром Сары Арка и другие парки для проведения культурных мероприятий. Но юрист настаивает, если специально отведенные места заняты, чиновники должны предложить альтернативное место. Именно с таким иском Ильяшев подал в суд на городскую администрацию. Но гражданское дело проиграл. Отказ мэрии был признан в суде законным. Тогда был подан второй иск, но уже на горсовет с требованием отменить то самое решение, которое, по мнению юриста Ильяшева, нарушает законы интереса граждан. Представитель горсовета сегодня на суде заявил, что определение мест для митингов было для администрации не обязательным, а рекомендательным. Здесь четко адресовано именно Акимату города Алматы. Здесь именно четко написано «рекомендовать Акимату города Алматы». Поэтому он не является нормативным правом акта. То, что вы говорите, что он нарушает конституционные права и так далее, я здесь в данном решении не вижу. Поэтому я считаю, что решение Мастер-Хата, оно не противоречит закону. Точка в этом деле еще не поставлена. На следующие процессы будут приглашены представители городской мэрии. Между тем, гражданские активисты не помнят, чтобы законные митинги, где народ требует чьих-либо отставок или реформ, были разрешены властями. По крайней мере, за последние несколько лет. В отношении студентов высших учебных заведений Туркменистана ввели новые запреты. В частности, у студентов взяли расписки о том, что во время зимних каникул они не будут пользоваться мобильными телефонами, интернетом, не будут посещать свадьбы и другие торжества, а также не будут отлучаться из своих населенных пунктов. Об очередных запретах корреспонденту радио «Азатлык» в Туркменистане рассказали преподаватели и студенты нескольких вузов страны, в том числе Туркменского государственного университета, Дашагузского сельскохозяйственного института и Лебабского государственного педагогического института. Наши собеседники утверждают, что расписки у студентов взяли еще 25 января. Также перед тем, как отпустить студентов по домам после экзаменов, с ними провели специальную встречу, где и рассказали про запреты. Несколько дней назад один из корреспондентов «Азатлыка» сообщил о требовании пользоваться для поездки домой только самолетами, поездами или автобусами. Руководство вузов также предупредило студентов, что по возвращении они должны будут сдать в деканат копии своих билетов. Вот уже шесть лет по столице Кыргызстана курсирует автобус «Милосердие». Машина развозит горячие обеды тем, кому многие просто отказываются помогать. Волонтеры бесплатно кормят бездомных бишкека. Благотворительная акция, существующая долгие годы, сегодня под угрозой срыва из-за постоянных поломок автобуса. Дарья Тимофеева расскажет подробнее. Это сливочное масло и варенье. Вот так складывается. И они очень любят с чаем это кушать. Сегодня у нас, видите, еще и носочки теплые везутся. Зимой такие согревающие презенты, как и любая добавка к обеду, особенно кстати. Еда, медикаменты, одежда – все отправляется в автобус. На точках сбора его уже ждут. Спасибо, дай Бог здоровья. Всем здоровья. Дважды в неделю сестры милосердия Русской Православной Церкви и волонтеры раздают горячие обеды бездомным людям. За шесть лет проведения акции не было пропущено ни одного рейса. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то погибает, кого-то находят родственники, кого-то увозят в неизвестном направлении. То есть отследить их судьбу практически невозможно. Но тех, кто постоянно у нас бывает, мы знаем, допустим, а где вот этот? Вот сегодня у нас Женьки нет, например, которого мы всегда ждем. Баба Маша пережила голод военных лет. Нынешние трудности, уверена, тоже временные. Дом есть, но пенсия меньше 80 долларов ставит перед ней выбор. Либо хорошее питание, либо оплата коммунальных расходов и покупка лекарств. Хватит. Подработаем, бутылки соберем, дадим. Придем пообедаем, здесь покушаем. Так что хватает. Поэтому и ходим. Поэтому и двигаемся, может быть. Пообедать можно каждый день в благотворительной трапезной при соборе. Однако добраться туда удается не всем. В общественный транспорт их не пускают. Зарабатывает большинство по свалкам. Собирают и сдают пластик. Сергей не исключение. Так и удалось продержаться на улице 7 лет. Если в день заработали 100-150 на двоих за день, уже радуемся. Редко бывает, что густо, а бывает и пусто. Бывают неделю голодные. По-разному. Кроме как здесь, нигде. Вот только они горячим выручают. Обеды готовят на пожертвования простых людей. Кто-то несет в епархию продукты, вещи, другие помогают деньгами. Только за прошлый год автобус «Милосердие» развез 10 тысяч порций горячего питания. Бездомные – это в очереди на помощь нуждающихся. Они стоят последними. Любить их сложно. Они дурно пахнут, болезненные. И в той среде, в которой они обитают, мало приятного. Но для начала попробуйте просто их не осуждать. Я всегда это повторяю. А чтобы их не осуждать, попробуйте прожить одни сутки на улице. В холодное время года, без средств к существованию, без родных и близких, куда вы можете прийти, без ночлега, без еды. Люди пока не подводили, а вот техника дает сбой. Развозят обеды на бывшем американском реанимобиле. Служить благим делам машина уже не в силах. Запчастей для ремонта в стране не найти. Чтобы заменить автомобиль, нужно 15 тысяч долларов. Полторы тысячи уже пожертвовали. Сбор продолжается. Появилась слабая надежда, что и в будущем, хотя бы два дня в неделю, бездомные люди не будут голодать. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. До встречи. Япония является ведущей страной в сфере робототехники уже несколько десятилетий. Думаю, что он капризничает. Но я ищу не просто робота, который будет выполнять мои приказания. Я ищу робота, который будет со мной разговаривать. Будет меня понимать. Думаю, что ты горячая штучка. И быть мне другом. Я люблю тебя, Джастин. Я тебя тоже люблю, Тереноид. Сегодня мы едем в Польшу. Я очень взволнована. Нужно увидеть? Что? Кулакост? Каждую ночь пьяные солдаты приходили и пинали нас. Все поезда были одинаковые, ужасно переполненные. Ни туалетов, ни воздуха. Зимой люди замерзали до смерти.